Они гордо называют себя замяткинцы. Когда-то именно третья школа воспитала храброго защитника, человека, который явился примером для молодых умов, Дмитрия Замяткина. К несчастью, его жизнь была короткой и оборвалась во время исполнения служебного долга. Об этом помнят не только родные и учителя, но и каждый год вспоминают ветераны милиции, потерявшие мужественного коллегу. Мы ежегодно приходим в школу для того, чтобы почтить его память, для того, чтобы передать молодому поколению то, чтобы они помнили о том, что Дмитрий совершил героический поступок. И это может место и время быть не только на войне, а вот здесь в мирное время, когда ребята, сотрудники Щелковской милиции, в частности, находились на охране общественной безопасности. Прапорщик милиции чуть-чуть не дожил до 30-ти. Погиб в перестрелке с преступником, прикрывал товарищей. С тех пор прошло уже 14 лет, но боль в сердце матери не утихнет никогда. Галина Александровна всегда приходит в этот день в родную школу сына. Вспоминает Диму, благодарит за то, что помнит. Мы организовали музей, в котором знакомят своих учащихся с жизнью, с тем, как он работал и как погиб Дима. Мне хочется выразить большое-большое спасибо всем за это, за эту память. Дмитрий Замяткин посмертно награжден Орденом Мужества. Навечно внесен в списки личного состава Щелковской милиции. Ведется работа по присвоению школе имени героя. Ежегодно школьники и гости возлагают цветы к мемориальной доске, установленной в школе номер 3. Так сделали и в этот раз почти в память выдающегося правоохранителя, хорошего ученика и лучшего сына. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.